И неудивительно, что многие жители Ближнего Востока в поисках лучшей жизни бегут в Европу. Правда, там им уже не рады. Так Венгрия закрыла границу. Германия марширует в многочисленных акциях протеста. Ну а Турция заявляет, что не собирается оставлять у себя всех, кто приехал. Старый свет буквально трещит по швам. Глеб Серхов продолжит тему. Тысячи людей, сотни орущих младенцев. Плащи из целлофана, отражающая пленка, чтобы хоть как-то согреться. Всюду грязь и дождь без конца. Уйти некуда, ни туда, ни обратно. Это сербско-хорватская граница, село Беркасово. Бесконечную реку беженцев заставили изменить русло. И она вся притекла сюда. И юго-восточные врата в Европу стали для нее переполненной плотиной. Откройте ворота! Откройте нам ворота! Никто не может ответить, сколько им еще сидеть на земле в ожидании прохода на хорватскую сторону, вглубь Европы. Но все знают прогноз погоды. Как минимум до конца недели проливные дожди. И по ночам плюс семь выше ноля максимум. Это просто невероятный людской натиск. Мы не имеем возможности лечить их. У нас не хватает лекарств. Кончились плащи. Посмотрите сами. Здесь дети коченеют по 10 дней подряд. И у нас нет даже одеял, чтобы укутать их. Нам нужно что-то делать. То, что вы здесь видите, говорит само за себя. Тех, кто прорвался через кордон в Хорватию, ждет точно такое же испытание. Заболевших, непривычных к такому испытанию холодом, здесь в разы больше. Они уже гораздо слабее штурмуют очередные граничные рубежи. И все чаще от требований переходят на мольбы. Только одно, только одно прошу. Пожалуйста, откройте двери. Мы так страдаем здесь. Если у вас есть сердце, откройте двери. Дети не хотят умирать. Пожалуйста, умоляю. Балканы трещат по швам как никогда. И крошечное Словение теперь готовится не лопнуть, приняв на себя небывалый натиск этой отчаявшейся толпы. Каждый день не меньше пяти тысяч человек прибывают из Греции. Не зная, что по привычной схеме в Европу им уже не попасть. Теперь только через Словению. В обход Венгрии слева по карте. В минувшую субботу матьяры сдались окончательно. И вслед за сербским кордоном наглухо закрыли и южную границу с хорватской стороны. Ничего личного, чистый расчет заявили в МИДе. Это делается не для спасения беженцев, а для спасения Евросоюза от беженцев. 600 тысяч человек за полгода слишком много. С недавнего времени там с нелегалами не церемонятся. Тюребный срок до трех лет и выдворение. Между тем в Германии с тревогой ждут массовых беспорядков. Сегодня первая годовщина антиисламистского движения Пегида. В Дрездене большая демонстрация. По мнению политологов, это может стать основой для создания партии ультраправого толка. И лозунги антиисламистов не на вы. Посмотрите на все страны, где ислам доминирует. Посмотрите на Саудовскую Аравию, Иран или Пакистан. Там не мусульмане, христиане, евреи, женщины, гомосексуалисты. Они все низшие, неверные. Над ними издеваются, преследуют, даже убивают. И это именно то, против чего мы боремся. А что же власть? Канцлер Ангела Меркель специально полетела в Стамбул. К турецкому президенту Эрдогану. Обещание миллиардов евро Турции за сдерживание беженцев по-прежнему в силе. И мало того, Евросоюз практически готов принять Турцию в свои ряды. Мы видим, что существует миграционный поток. Этот поток может возрасти и прийти в Европейский Союз из Турции. И мы считаем, что должны разделить бремя Турции, поддержать ее и помочь им решить эту проблему. Я подчеркиваю, что мы должны действовать вместе против террористических организаций. Мы также говорили о переговорах по вступлению Турции в Европейский Союз. Тем временем немецкий парламент решает вопрос об ужесточении миграционного законодательства и о вынужденном уменьшении пособия для тех, кто уже получил статус беженца. Глеб Стерхов, МИР24. О настроениях европейцев говорит и тот факт, что в Швейцарии на парламентских выборах победила партия, которая выступает против беженцев.